Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Кри в Сидмерс Цивилизейшн 6. Если вы не видели первую серию, рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Ну а всем остальным, приятного продолжения просмотра. Нет, потому что у нас один вылетел, но заодно не буду апать случайно рыцаря, только бомбардатно. И пойдем... Ну мне надо... Не, знаете что, надо открыть... Что, у нас уже ушло? Не-не, я тут, я хожу как раз. Открыть индустриализацию, и потом талия варенья, перец. Женя, вот это ничего не могу ускорить. Ну, военный лагерь я сам, конечно, не построил. И, в принципе, можно... Так, я, по-моему, коляску все построил. Только я хотел 18 штук. Можно эти делать. Проекты в кампусах. Амбар. Ну, кстати, можно амбар тут сделать. Вторая по леснице закончена. Кампус. Промышленная зона. Может, промышленную зону. Здесь организовать. А еще я вместиваюсь, хотел тут театральную площадь делать. Может, и здесь театр... Да нет, больше. Ты перегорелка, я расслаблю. Страсть. Глядь, ты меня уже достал. Слушай, что ты... Я тебе сказал, 7 ходов прошло, 2 хода, глядь. Но ты же не возьмешь, ях... Пойди, все из центра коммерции, там... Слушай, неплохое. Двою бы уверенность до наших футболистов. Ваши футболистам неуверенность, нужно умение играть в футбол. Ноги. Ноги. Давайте строители. Да, можно менять там, конечно, карточку. Я еще раз дублирую. Следующим ходом строится военный лагерь. Я рад. Повторим. На все, на все повышение, уже в следующем ходу. Ну, короче. Я не могу, не могу, не могу, я уже... Стратить свои каравеллы дальше. Е-е-е-е, я закончил ход. 35 колясок девать. Видимо, придется шпиона, вызволять. Там, кстати, этот... Как его, блин? Перс. У нас тоже союз скоро закончится. Ой. Ну да, перезаключим. Перезаключим, окей? Конечно. О, вот это мисклик. Вот это мисклик. Я уточнял. Пусть. Ой, все, я проиграл, короче. Мискликом. Все. Вот. Дружба. Да, да. Сейчас союз заключен. Так, центральную площадь здесь я хотел. Так, тут у нас... Ну, нормально так, у этот, у пяти гэшек был квест построить военный лагерь. Нормально. Так, вырубаем и наконец-то магнуса, наверное, отсюда. А, нет, у меня еще вон там фриз. Три фри послы просто. Фриз и болотца. Все, американец, иди меня, забираю уже. У меня все. Мой лимит исчерк. Так, инвестиции в центр коммерции. Один инженерный чудеса. Да, ну я почувствую эту игрушку. И вот, наверное, еще инвестиции в центр коммерции сделаем. Отдаемся. Так, тут мастерскую завершили. Блин, вся эта тема с Британией и США, типа, напоминает мне Донг-четверки, колонизация. Стоп, а личная вещь. Это первая цивилизация, в которую я вообще поиграл. Можно там завещание составить? Город, Гранада, я передаю. Тебе не надо писать его завещание, ты можешь просто его раздать тому, кому ты хочешь. Великого ученого нанять. Кто здесь продал город Гранаду? Для театральной почвы. Все, выполняем задание. Мой же, по-любомузику встретил. А у меня тут на автомате разведчики ходят. Ага, русский там с китайцами. А кто с китайцами вывал, перс или русский? Перс. А что русский? Китайцы неудобно воевать. Ага, то есть казаков мы сегодня не увидим, я так. Понял. Да, скорее всего. Мне тут не с кем воевать. Типа с персом у нас союз, с китайцем у нас союз. Наверное, войны не будет. Ну и не то, чтобы я сильно хотел. Не, запретный город. Здорово. Так, значит, тут меняем... Китайцы вылетим. Показать, пока держа не есть. Я тебе оставлю две минуты, китайцы. Почему-то, конечно, и рекомендация. Задержание юнитов. Задержание юнитов. Пока апать не буду. Поэтому давайте... Ну, внутренние тоже... Ну, нет, пока нефиг ставить, честно говоря. Давайте, может, торговую какую-нибудь конфедерацию. К счастью, у меня есть бонусы... Бонусы для Каравелла. Британец. Давайте рационализм. О. Вот бонус соседства центра коммерции нафиг надо, честно говоря. Поэтому давайте бонус соседства промышленной зоны. Так. Ну, 145 науки. Нормальненько. Заходишь люкс? Так, на паузу. Давайте, может, на паузу поставим, чтобы... Но у него таймера не будет, когда он зайдет. А, окей. Туда не заедут, но ход пока не заедут. Так, мобилизация, что мне тут надо? Семь разных спецраведов не получится. Семь населения города 15. Три корпуса. 15 и три корпуса. Так, трёх эти создаём. Это пулька. Раз. Два. Три. Так, ускорили. А город с 15. Тринадцать жителей. Ну, вот. Нужно у насики, интарик. Вполне. Знаете, нарост. Четыре хода. Два хода. Вот, пускай растут. Вполне могут вырасти. Так, и надо шесть корпусов. Раз. Два. Три. Три. Пять. Часть. Всё. Всё, что я хотел, я сделал. Тут массу, ну, лесопилка не сделал. Блин. Давайте лесопилку ускорим. Причём, эта лесопилка вообще никакому городу не относится. Просто надо быстрее её ускорить. Ну, что ты делал, он ещё не вшёл. Да, ставь паузу. Ожидание играть на Александр. Всё, наджал. Тут археологически. А, за него, походу, компьютер походил. За китайцем. Сильно походил? Важная стройка не изменилась. Посмотри, губернаторов важных не пересадил. Губернаторы все на месте. Да. Тогда, тогда играем. Ну, там, да, только сделки не принимайте. Там, походу, походу. Там, вроде, не просил, не уходим. Вечно успешно добыто. Что за учёный? Ой, вписайте. Так, я снова с вами. Что там случилось? Ты своих кровавышился. А, да пофиг. Так, американец на меня идёт забирать, да? Ну, ладно. Да, американец. Достойно отыграл. Тебе нужно. Пушки 17 ходов. Так, ну, надо... У нас есть ещё кто-то на море, кто с войсками? Вот в чём вопрос. У меня стоит ли пытаться за свой Ярославль или нет? Нет, всё, не стоит. Можешь уйдить. Я на море, у меня 6 городов на море. Сейчас как раз... Серьёзно? Да. Я об этом не знал. Да-да, да, Ярославль надо попридержать. Там, видишь, ты говоришь, убираю, убираю. Надо попридержать там войска. Тут Лёша у меня спрашивал, есть у меня казаки или нет. Да. Он придёт их строить. А какие казаки с такой наукой-то любят? Обидно звучало, да, сейчас? Да, я что-то прям унижен, унижен, попущен, там, и всё остальное. А лучше в дыше в руках, да, возьмем. Лёша ударил по американцам сзади. Да нет, это англичанин-то развлекается. Я вообще воююю. Я там просто... Так, и... Просто вармонгера качать можно кого-то. Если... Я думаю, что буду, скорее всего, летать, поэтому надо Магнусу и Грагаун. Он же был жить кто-то из нас один. Прокачай, давайте этот Грант. Сначала, потому что Грант хорошая штука. Этот город. Дожественный музей закончен, кампус понес... Шпион ещё есть. Давайте ты нам наш Грант. Или бы быстро завершать эту войну, но блин. Город мне отдавал. И с этого города. Нормальный. И развиваюсь. Ну, либо... Порочка. Порочка. Так, я... Ну, нафиг тебе под боком иметь. Тебе стукнет что-то в голову, тебе вот это надо. И всё, и упорочка. Иначе упорочка. Ну, как с тобой договариваться? Это другой выход. Мы тебе предлагали расселяться по побережью полностью. И вот как ты сейчас занимался плавать и требовать деньги со всех. Смог вполне нормально. Ну, как бы, а иметь под боком, как бы, американцев на своём континенте? Чё так с производством? Когда у тебя будет производство, у меня там 40, у него там под 100. Как-то не очень прикольно. Он бы всё равно попробовал меня бы схаловывать. Надо было пытаться тогда, когда было преимущество. У меня было преимущество. Я попытался. Жёг три города. Дай неудачу. А чё ты изжигал? Чё ты себе тут... Берег 5. Я один город ставил, который смогут сдержать. А с чем ты нападала, если ты не мог побережать города? Я просто думала, что я бы быстро заберу, понимаешь? Не получится. А-а-а. Говорю, я попытался. Ну, сплю, здесь была та же логика, что и у Перса. Когда он на Китай нападал. Ну, просто когда я... Когда я будет блицкриги, всё. Ну, кое-что, у меня лишняя коляска? А-ня. Я ему предложил вариант. Катапульта лишняя, да. Есть. Перс, ты можешь своего дуболона брать с моей территории? А-а-а, да. Сейчас, я забыл про неё. Потому что я туда не могу обработать эту клетку с оленями. Какой ещё тут настал и мертвый. А-а-а. А-а-а. Ты сможешь логику объяснить, что ты пытался на Ярославль напасть? Ты просто рофлил уже под конец. Да, просто денег с тебя трясти на шару. Что ты усложняешь? Не, так он же, он же потом попытался действительный. Вот. Так, строителям. Когда пойдёшь? Да я, может, не пойду? Это вы меня напугали, что я, типа, у Халецкого не ту армию. Вот я и настроил. Запугивают маленького бедненького Кри. Кри-Кри. Да, с топовой наукой. Интересно, есть кто-нибудь в игре, для кого Кри-Кри что-то значит? Так, собираем армию. Я не могу попасть, я рофлил на сайте. Он заходил на сайт, короче, и орался чуваков, которые не могут прочитать правила и подают миллион заявок. И, господи, оскоряется, что не отвечает. Ну, а что ты идеалиста не пускаешь в группу? Он там бедалага уже. Это по просьбам, по многочисленным просьбам, вот, кто сыграет. Нет, кстати, он сейчас адекватный стал вообще, он не занимается. Какая разница, кто стал адекватным, неадекватным, господи. Какое мне вообще дело до того, что там люди адекватные, зачем мне вообще этим всем заниматься? Ты понимаешь, ты можешь это понять, я не знаю, вот. Знаешь, такое ощущение, что я отбираю людей, хорошие, нехорошие. Я просто не хочу, чтобы у меня был какой-то гемор в будущем, вот и все. Это мне эти группы и прочее мне ничего не дают вообще совершенно. Нахера мне этим всем мозги себе забивать, вот серьезно. Адекватный, неадекватный. Есть же с кем играть, есть где играть, пускай играет, господи. Просто столько пытался. Бедный парень. Так, фабрику надо купить. Да, вот здесь, кстати, купим сразу. И... Опа, тут кампусом. Давайте висеться в Центр коммерции, потому что я хочу все еще этого торговца заполучить. Прохеологический музей, тут фабрику тоже можно прикупить, я думаю. То, что с СНГ обвините почти в любой игре просто невозможно не угорать. Так. Рабочих сюда. Почему-то типа именно здесь игроки везде, блин, куда-никуда не пойди, просто отвратительно себя ведут. Ну, это наследие Советского Союза, когда тебе все должны вокруг, а ты... А ты, знаешь, благосклонно принимаешь... Дары? Дары, да. Типа, знаешь, вот я такой классный, поэтому... Мне вот тут должны много всего выдать сразу. Никто даже не пытается... Создавать что-то вот такое. Тут отношение к тем, кто что-то... Так. Этот у нас... А, продлим Союз. Он в Кнос бегал, да? Ну и давайте в Спарту отправим. И ученый. За каждую клетку чудом природы. Так, а где у нас тут чудеса природы? Вон там были, кстати, которые я не открыл. Дальше тут у англичанина было. Слушай, англичанин, я как эти так и не открыл там что-то. Это у тебя барьерный риф был или эти? Я только увидел, что там наука. Барьерный риф, наверное, же, да? Около лица. Солу, у тебя микрофон выключен, если что. Да я знаю, просто еду с заказом. Да, это Галапаковский. Ну, они тоже без понтов. Если не без рыбы, ну, смысл в них вообще нет. Ну, до того момента, пока у тебя гора, там, ну, хотя бы плюс, там, 15. Да мне тут ученого просто надо к чуду сводить. Я думаю, куда? Да хочешь, веди эту. Ну, там две клетки, да, у чуда? Нет. Мне надо рядом, либо... Ну, ладно, ну, рядом две клетки. Если ты плавать не уничтожешь. Так, вырубать сейчас будем. Ну, тут, кстати, адресопилку, что-то я не буду вырубать лес. Дальше исследовательские гранты. Я болею за американцев, он должен выиграть. Слушай, ну смотришь на науку у пацанов, и как бы, что-то, как-то, американец далеко. Успели паузу нажать? Да, это... Да. Нет. На самом деле, для такого этапа... Выходите, что у него там 6 городов. Люкс. Отжимай люкс. Ага. Так что, апресонады. Красивый, запретный город. Да, да. Все правильно. Господи, да неправильно. Не апайся. Никто просто так не интересуется такими вещами. Не апайся, у тебя время будет, только деньги потеряешься. Ну, можно... Да, ну, тут реализация. Смотрите, где еще на кого не действуют фабрики. Но я же не 3 фабрики, да? У меня коммунизм не ускорен? Не ускорен. Две фабрики. То есть, здесь фабрику поставил. Ну, на маскател точно действует. Да. На пипикисис позже. Какое их все-таки название? Пипикисис. Пипикисис. Вот здесь, наверное, нужна фабрика, да. Пипикисис. Я маленький пипикисис. Точно только вот здесь осталось фабрику. Ну, уже жалко деньги тратить, на самом деле. А где твой пипикисис? А вот мы пипикисис. Миленько, миленько. 4, 2, 7, 1, 3. Так, инвестиции в центр коммерции завершены. Ну, еще проведем. Здесь строитель. Кампус сделан. Банк. Промышленная зона. Давайте промышленную зону поставим. Сколько там до начала? 10 ходов. О, а я могу не успеть. Столько мне не хватает. 8 очков. Тут у меня одно чудо. Может, чудо какие? У нас чудеса еще не построены. Дворец Патала. Мавзолей нельзя строить. Джибель Баркаун. Джибель Баркаун только в этом. Пустыня. Оно в пустынных холмах. У меня вообще ничего подобного нет. Так, ладно. Что еще мы можем? Темпл Майор там построили. Силово Киси Вани только на побережье. Побережье мне считается. Альгамбра. Ага. Военная, блин. Так мне только дворец Патала и Кассады. А, еще Русская долина, кстати. Так, ну Русскую долину могу вот пипекисиси попробовать. Еще. Да, ну у меня... Еще очки ап. В рыцаре это... Еще очки эпохи ап. В мушкетеров еще очки эпохи. Так что... Я думаю, что-то набирается. Так, давайте подождем пока. Следующим ходом будем все вырубать. Хотя... Я уже смогу торговцы, я думаю, принять тогда. А у меня есть нефть. Так я не могу ее использовать. Отлично. Так, 9 ходов до следующей эпохи. Тут мы... Да не, надо бежать тут все вырубать. Так, тут пока не строим ничего, потому что кампус нужен вот здесь, что мы строим. Следовательские гранты завершились. Тадж-Махал. Тадж-Махал можно построить. Давайте-ка отложим тогда. Я бы Тадж-Махал построил. Хорошее чудо. Только нам до мобилизации. Ну, конечно, в мобилизацию в танки одновременно как-то выйти. Так, стоп, а кто там на Нанмадулу войну объявил? Китаец? Давай не будем расстариться. Ну, а зачем ты город ему войну? Нанмадул мой Сюзерен. У тебя 4 послава на Нанмадулей. Леш, мы с тобой союзники. Так он единственный культурный, ты не понимаешь. Зачем тебе Нанмадул забирать? Ну, зачем я Нанмадулу? Потому что мне нужно, чтобы еще один город у меня был учитывающий на эксперте. Блин, мы не сможем тогда по культуре с этим... Горго просто за культуре затащит. Ну, то есть, меня не затащит, потому что у меня есть культура, короче. Но вас в остальных может позатащить, кстати. Как здесь культура? У тебя 117, у Горго 211. Ну, то есть, ну, она меня не за... Ну, она меня культурой, туризмом не сможет завладеть. Да ладно, с 213 что он сделает? Ну, в каком-то далеком, отдаленном будущем вполне может быть. В каком отдаленном? Он выходит раньше вас в корпусах, в армии, сносит вас армиями. А вы в корпусах сидите. Вот, то есть, это дело не в туризме победы, а в том, что у вас нету культуры выйти в армию. Я очень милый. На самом деле, тут осталось все 50 ходов, и есть ощущение, что... А, все, бананы. У нас может случиться так, что никто не улетит, и тогда он просто по очкам выиграет. Ну, никто не имеет ощущения. Есть ощущение, да. Есть ощущение, что сейчас Ярославль упадет. Я же тебе обещал. Ну, просто... Просто... Просто вот смотри. Просто Ярославль уходит к своим предкам. И я... Тоже, наверное, уходит. Ты увидишь, как он уходит? Сейчас он просто уйдет с этим. И вот так вот делаю. Ну, ты нехороший человек, что я могу сказать. Взял и спортил мне под конец игру. Ну, типа, поздравляю. Это был квест. Ты сам его запустил. Я ничего не делал. Ты уже свои юниты потерял и ушел оттуда. Че ты сейчас там взбодрился нафиг? Ну, ты помнишь, как ты мне сказал? Я это просто унизительно... Ну... Очень некрасиво. А, так тут нету больше? Почему? Я взял... У меня... У меня в дальнейшем желание... Да, у меня в дальнейшем играть не будет. Ну, просто никакого. Почему? Ну, почему? Это же игра. Я не знаю. Потому что ты взял и что-то не красиво поступил только что. Объективно. Я не знаю. Мне кажется, это изюминка. Испортить кому-то лейтгейм это изюминка. Просто потому что... Почему? Я же к тебе пришел тогда и сказал. Мне нужно 400 монет на ход. Ну, то есть на 8. Чтобы побороться с американцем. Ты отказался. Все морские нации, в принципе, так и действуют. Стоят. Но, как будто я отказался. Потом начал насмехаться надо мной. Говорить, что я не заберу твой город Ярославль. Да, было. Да. Насмехался. Насмехался, насмехался. А то за один ход потерял бог. Определенно того стоит испортить кому-то игру. Да, я понимаю. Сам не выиграл и решил подоспать. Ну, ты бы и так не выиграл. Ну, я перееду просто на другой континент. Американец там атакует. Кассу строить, не строить, я вот думаю. Только там можно построить его. Ну, а вот видишь, Леша, ты же говорил, вставить города там, типа, а кому приплывать к тебе? А где у тебя города, кстати, на море? Я что-то не вижу. Говорю, у тебя шесть городов на море. Он твои, посчитал, только твои. Ага. Ребят, союзники, Китай, Перс, можете мне войсками помочь Ярославль отбить назад нафиг? Да я его просто сожгу. Я этим буду очень дамплицать. Просто я хочу тоже махал так построить. У меня сейчас войска, все возле надмодолы. Я сейчас стою и смотрю на него. Русский, слушай, а у тебя есть пушките оружие? Да. Блин, тогда придется точно уходить. Давай я просто буду жить. Давай ты просто не будешь его забирать. Как тебе такой вариант? Блин, ну у тебя же было, понимаешь? Давай ты просто не будешь его забирать. У меня не было 400 манят, чтобы тебе дать тогда. Я не собирался не давать. Дай мне, дай мне еще раз этот же вопрос. Типа сейчас верни меня назад в начало игры спроси мне еще раз, я бы все равно тебе не дал эти деньги. Ну ладно, тогда... Ты просто взял и испортил игру. Спасибо. Я вообще, я как бы согласен с русским. Вот нафига было замечательно? Я бы сказал, что просто приплыл. Просто приплыл, да. Потому что я не буду говорить. Ну, понимаешь, что у каждой нации есть свое преимущество. Какое преимущество ты взял? Ты... Все, короче. О, есть. 15. Отлично, мобилизация. Ну, я в мобилизацию раньше выхожу, чем в танки, конечно. Может купить вот какую-то пабрику. Я еще накоплю деньги. Походу, забыл туда в своем пионе. Как? Держи ушки на макушке. Тут у меня кто-то деньги перед, поэтому я сюда посажу. Я тебе говорю, так ты просто научишься. Ну, типа, со временем ты будешь просто играть один. Фуфа сам с собой. С таким стилем игры. Ну, блин, разный стиль. Я же не говорю, что строить домики, это без понтовок. Пожалуйста, строить домики. Ты же должен понимать. Понимаешь, при чем? Ты же должен понимать, что в какой-то момент, когда ты... Не, подожди, когда ты строишь город на воде, ты же должен понимать, что в определенный момент есть в игре Англия, которая к тебе придет. Ну, а как ты? Или ты думал, что к себе никто не придет? Я вот просто не понимаю, как. Это, собственно, наверно, приходит. Ну, у тебя там своя война была с американцем, все дела. Так она и идет. Ты отказался мне помочь. Это был ультиматум, по-моему, а не просьба. Я же говорю, я... Я бы... Еще раз, еще раз дайте мне это решение, еще раз дайте мне это решение, я откажусь снова, понимаешь? Ты... Ты... Так дипломатия не делает, типа. Ну, а как она не делает? Ну, у меня есть... Вот тут ты мне, не чай, не сможешь... Так, что-то сделать, испортить. Я тебе смогу, я тебе помогу за это... Определенную плату. Ты отказал. Чего проблема? Я говорю. Ну, проблемы нет, но просто с тобой больше я играть не буду. Потому что ты играешь как мудак. Все. Да ладно, хватит этого. Так, давай, да, без оскорблений. Без... Без уважений. Люди... Люди играют... Играют, как играют, ребят. Что это, в самом деле? Он... Это и есть игра. Ты хочешь играть так, хочешь играть так. Не понимаешь, не понимаешь. Можешь прийти и это... Сжечь его города. Это же игра. Можешь не пить и не жать его города. Я понимаю, что тебе обидно, но... Значит, надо думать, чтобы ты этого не было. Всякое бывает. Дувача подгорает людей. Да ладно, sorry. Нет, я понимаю, о чем говорит симбиоз о том, что... Как бы... Соло... То есть так жёг его города. Да, да. Да, без... Это профита. Без профита. Без... 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 Почему просто так, парни? Ну, я же ему говорил, как бы... Если бы он не начал, ты того, знаешь, типа, он начал... Ну, что ты, ну, что ты там, где ты там, что ты, как ты... На слабую, что ли, повелся? Ну, он начал говорить, это когда ты уже сказал, что ты приедешь сейчас к нему. Пускал, мне кажется, ты не... Ты не сожгешь мне город. Да, господи, ну, блин, ты его... Не, ну, просто, ну... Мне ж нужно что-то делать, правильно? Я ж не буду. Так, здесь... Можно было на победу попытаться играть. Ну, ты не пой... Ну, ты просто не видел мои места, понимаешь? Я ж тоже не первый раз играю. Ну, что ты... Понимаешь, если бы у тебя промки нет, в городе там свыше 50, ты не сможешь разогнать. А ты по-любому на этапе танков ты проиграешь. Поэтому у тебя единственный выход. У тебя нужно забрать твоего ближайшего напреда до этого этапа. Я попытался, не то учит. Я просто не понимаю, что-то так... Это не Вармонгюс-то, это просто я выходил из положения, которое у меня было. Так, мне больше интересно про Нармадолу, потому что вот у Инвиктуса 244 культуры. У ближайшего... Ну, у человека 140. Где Нармадол? Неужели он так критичен? Ну, потому что мне этот город нужен. Я поставлю там еще один кампус. Там есть... Ну, господи, захватывай. Хочешь, захватывай. Нет. Я объяснил, почему я хочу захватываться. Объясни, почему я должен этого делать, учитывая, что там отрыв уже такой, что этот один город, мне кажется, не зароляет ничего. А чей Нармадолу, в общем? Ну, сейчас он... Он был в Ничей, потом он стал симбиоза, потому что я бью Вэн. Ну, он так правильно, лучше его сносить. Либо себе забрать. Так, я и хочу его забрать себе. Так, сколько у нас 6 ходов? И 3 очка не хватает, да? Да. Ну, это ап. Чисто рыцари, либо... Да, слушай, ну, 240 против самого ближайшего 140 у Лёши. Ну, о чем речь? Ну, так, понимаете, он культурно так не победит. Он просто вас военно убьет. Культурно. Мне-то, как бы, уже пофиг, я уже в армиях практически. Блин, убили. Мне кажется, ты блехун. Нет. Ну, открой... Там дальше вообще есть какие-нибудь города? Давайте, блядь. Ах! 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 Неплохо, конечно, наравнение. Моя вот это... Моя вот эти улучшения. Вот видишь, американец достойно сражается на последние капли. Ой. Он сражается честно. Ну да. Ну да. А я что, нечестно как-то сражался? Если бы я подпул к тебе флотом, там... Один флот сказал, что... Ну, бросив свои города, чтобы их захватывал американцы и поплыл. Мне кажется, чтобы испортить игру мне, типа, да, это, ну... Кто-то сказал, что я бросаю лёж? Ну, то есть тебе флот не нужен для защиты своих городов. Лучше поплыть к русскому. Я и так отбиваюсь. Ну, как отбиваешься, если Бристоль взят? Манчестер падает. Не, я понял, Соло, у тебя для любого этого есть отговорка, знаешь? Я же, я ни одного юнита не потерял, ну, кроме вот тех, которые до этого я потерял. У тебя вот тут, ну, тут один город, ну как, где, кто сказал, что я не отбиваюсь? Ну, один город же потерял. Так, как есть, хорошо. Я смотрю, он свои шансы на победу, и если я эти шансы не вижу, то я начинаю играть, как бы, на победу, так как... Ты начинаешь гадить всем остальным, типа, чтобы не выиграть, типа, ну как, ну... Чему гадить? Ну, вот теперь кто-то лично не нравится, типа, и ты пошёл нагадил. Ну, как так это выглядит со стороны? Нет, у него... Я не утверждаю, что... Подожди, у меня стоял. У меня стоял флот. Вот что мне делать с флотом? Вот ты настроил флот. Защищай свои города, которые тебя забирают right now. Так, хорошо. Ну, как я их защищу хорошо? Тремя фрегатами или я от муштёров не отобьюсь? Хотя бы попытайся, как американец. Я пытаюсь. Как ты говорил. Американцы, американцы, всю игру были юниты на пол... эпоху меньше. Я не знаю, как он меня не захватил. Я тебе расскажу, почему я тебя захватил. Я был в золотом веке, когда ты был в тёмном. У тебя стояла карточка, у тебя стояла олигархия, у тебя... У меня тогда карточек не было, я не мог. У меня... Я не открыл институт, чтобы переставить карточку. Я потом только через хода три переставил её. Ну, смотри, вот твой мечник на твоей территории под Виктором, он примерно где-то 50. Я говорю, мой... Да, и Виктора в Нью-Йорке не было у меня тогда... Я Виктора даже не взял, я взял Магнус и я скачал его. У меня на твоём континенте 5. У меня... Я тогда помню, у тебя было 48. Этот твой мечник у меня 55. Ну, я же его взял, взял, просто надо было его сжигать. Вон у него мечники, которые его падают. Ну, нечего скрываться от американцев, потому что он мне не может ничего сделать просто. Это... Кайтс. Т Harry... Кайтс... Т. так следовательские гранты постоянно что хоть за ученый тут у нас такой себе ученый так но хотелось бы конечно открыть мобилизацию до того как нам модул захватят о так начинаем магнуса повышать истеку избытков весна куда инвиктус вышел время жили когда не сжигал города шестерки поэтому я не знал что они вы сжигаются одним ходом моментально пятерки там по-моему пять ходов или шесть зависимости от размера города да да ты кого я даже не взял там броненосец был уже ладно ничего не сделал но у меня были типа мушкетеры у меня у меня были 72 ну рыцарей тем более не просто убиваюсь развлекательный комплекс блин до танков реально долго что-то у меня буду сумеет просто нету ускорение вот здесь нигде артефакт вы желаете начал мобилизацию и потом уже естественную историю греция зоопарк в спарте построил вас мисклик похитить шедевр ты пытался араб серьезно очень полезная штука я вообще не верю что у меня есть шедевры там неужели что-то было можно их похитить не если ничего нет то и похитить ой у меня крашлось циво ну по-моему там сам можно переименовывать то есть сразу кто первый нашел то ты переименовал да кто первый нашел то то есть автоматом оно называется по той нации за которую ты играешь то есть интертом за англию значит тем забудет а так ты можешь переименовать и вперед оскорблять всех вокруг наш маленький чен халецкого там или так ведь еще маленький вот соло с александром могли бы тут соревноваться сейчас друг с дружкой реки обзываю вот рядом с манчестером река течет кстати кто и первый нашел назвал бы как-нибудь мне мне интересно насколько сильно рандом будет негативно сказываться на этот ну то есть всякие стихийные бедствия насколько они будут сказываться на геймплее то есть будет ли сильная фрустрация от их от их появления ну явно будет меньше фрустрации чем приплывший флот и уничтоживший ярославль правда это тоже каша рандомная абсолютно вещь тебя из ниоткуда но то есть солонос в игре сейчас рандом злой рандом отыгрывает такой да да это гейм гейм мастер вот смотри ты вот сказал я тебе помешал игру победить ну не то что победить ты просто взял снес 2 по развитости город на в моей империи ну так он пошли хода потом понимаешь у тебя даже клетки нельзя так он не были обработаны обработка все слетела когда ты снес город чех нет я но я рядом с тобой у тебя жемчуг не было надо уже был обработан у меня оба оба блин чё прикал и все клетки же большую нюшу хотя ладно . подождем еще такого человека получу сделай и посмотри ибо и сравнись инженера я скоро получу на жемчуге было по 2 еды блин причем следующим ходом ну просто чтоб ты понимал они были обработаны ты хреновый инженер нет маяка не было я не построил еще гавань к тому момент очень маяк у гавани еще не поставил момент когда он снес мой город у меня это построить золото женщин дает золото у тебя нет он был обработан посмотри там кораблики плавали на елки-палки и загрузи загрузи посмотри я обработал жемчуг я продавал жемчуг колец кому посмотри короче не 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 продолжай меня расстраивать лёша что хочешь за шпиона моего это араб да да я глянем блин и нет ничего и даже ресурсов никаких двойных нету а вход у тебя сколько золото чуть-чуть цифрах только пожалуйста могу накопить ты скажи сколько ты хочешь за этого шпиона ну соло сколько обычно за шпионов просят за шпионов да дорого китайцы я не могу сейчас что вы загадками говорите чуть-чуть дорого вы цифры можете называть ну где-то 700 наверно ну араб слышал тебе скидку ладно 500 будет 700 это в конце игры наверно пиццу за 500 отдам и спать этот один шпион может довольно быстро накопить я создам следующий он неописуем не хочу этого инженера брать следующий тоже такой растворились по дороге обязательно ну максимум не смогу только здесь его использовать ладно так что у нас с нефтью о сразу ресурс нефти есть отлично и танк два хода практически одновременно с выходом в мобилизацию здорово то здорово китайство можешь лучников подвинуть своих под воронежем с этой клетки спасибо англия объявляет войну герусалима ничего себе короче этот англичанин плывет пытается это он плывет твоему тюйсяню тюйсяню и нанмадолу операции опасно спали она плывет кампус военный лагерь ярославль уже не чая стоял да где три жемчуга то место отличное место все обрабатывалось все типа это был мой второй самая жемчуг ну как если я лёша продавал жемчуг ну как не обрабатывалась нужны ну что ты фантазируешь на я на зубе выдумал все просто просто я даже не мог его разграбить и вот сравни вот мой жемчуг вот у меня стоит и твой жемчуг ладно он обрабатывался я на нем получилось ускорение типа этой науки какой-то не помню там два водных ресурс обработать если ладно позже реальция а по но что говорить его нет того нет ну я щас поставлю он просто не на воде будет стоять ну ты ставишь сразу тогда вдруг и то что у меня уже фрегаты простые рог сейчас у меня денег будет много в героическом видео вообще ну вот это все под танками и артой падает знаешь так стоит поговорку купой платит 2 надо еще шарик открыть за одно чудо промышленной эры вот построиться можно наделись промышленная удовлетворение все шаманская я просто использовал писатель не помню тоже махал это промышленные или не промышленные мне просто интересно будет как это получится 6 ну блин пир гуманизм не сделку гуманизм не возрождение это будет жаль горка чак не сделал я решил себе новую жертву тебе делать больше нечего хорошо 500 голды ну и почему он туда переходит вполне нормально у меня нет городов забирали по 31 а карточка еще поставил на я кстати вам помогаю я собираю он убивания видера когда у него все города когда у них все города на 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 суше я буду спонсировать понимаешь я просто буду спонсировать а почему все считают что я лидер у нас как бы не ты лидер горга лидер но я сказал просто лидер что горга трубы но ты ты сейчас очевидно идешь на победку лёша будет улетать да типа человек улететь а ты не будешь летать ты в химию вышел я не хочу летать я не хочу а в химию зачем выходил ты неправильно случайно я не в химии а где-то ты будешь кого грека перса или араба или даже вертолет до вертолетах или в расщеплении дали нет практика строение в ракетостроение было бы в научной победе написано в ракетостроение так что пятьсот монеты по рукам араб что опять микрофон да нет тебя зло с тобой никто переговоры не хочет вести ну ладно вот тут еще вот тут уже танки приедет дачу то у меня ну ладно одним танком а вот еще это наверно смогу опнуть нет ли что денег мало а сейчас не героический век начнется так пульс паровой машины и к оружию видимо опа 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 хотя если вам слушайте а это война золотого века сразу после осуждения могу делать меня на 5 ходов ждать на следующий ход нет на следующий ход после обвиняющие на следующий ход стопа терракотовую кармин армию как-то поменяли она тихо просто дает эти у нас все окей окей отчет читаю у меня уже парень лагер отриц пошли но я берега не отобьющих забирают это араб да я просто не выдерживайте пересла добыть следующий у нас песни дружбы но это не произносит росты пирога а ты пар живой да потом так нет нет слушайте но я себе нашел местный агирюсалим багдад кто-то может напомнить напомнить чем я перепутал получается я помню что терракотовая армия давала дубликат всех юнитов военных которые есть пятерки помнишь пятерки до пятерки здесь промоушен дают малой ноги или на брейн лаг уже просто 5 так тест одна пушка против трех мушкетеров трех арбалетов и пяти рыцарей ваше стат ну сейчас будем объявлять войну американцы или может апнуть сначала все слушай ну ты не давал повода всем быть добрыми да ладно успокойся но это же игра ну чё я не знаю ну как каждый играет по своей возможности я уже ничего я типа все окей я уже даже ничего не говорю просто типа когда ты так играешь не надо спрашивать почему никто тебе не отвечает там типа и так далее класс балтимур а ну этой просто один ход минус мушкетер минус минус мушкетер минус рыцарь так да американские города одним ударом армии танка сносятся а сырье арабы то же самое да ой ты хорош хорош ты чё а грек там забирает арабы с другой стороны ну это было логично потому что ну не знаю парни там совсем на расслабоне играли я давно сказал еще когда ты на меня напал что лёша придет в конце заберет нас с собой не ну понимаешь да это было логично если мы замерились мы еще что-то тут не смотрели не померились не поделили город я бы просто без промки войной ничего не смог сделать у тебя ну да хороший порядок можно на своем пенсии они еще сами придут мне кажется что пушка одна это всю твою армию просто уничтожит вот интересно что у меня было много поселенцев и я просто думал куда их ставить и города как бристер просто официальные с одной клеткой 2-2 да не буду тут ничего менять надо поставить что-то исследовать дальше естественную историю давайте ну и дальше коммунизм радио исследовать надо а это кстати ядерный клуб мы будем будет у нас голосование по ядеркам запрет против запрета да там были условия у инвиктуса в ну в событии что ядерка как как ты там писал одна ядерка вход это само собой это я читал но голосование есть такая фишка кто на кого бросается одну ядерку в ход можно на одного человека сбросить все правильно я по поводу самого ядерного клуба может мы можем все равно голосовать и запреты разрешения я просто не знаю что что значит ядерный клуб что ты умеешь когда у кому-то один ход до манхэттона остается проходит голосование мы за запрет ядерного оружия или против запрет если большинство за запрет большинство из оставшихся игроков то они между собой образуют ядерный клуб который друг на друга ядерки не бросают вот они друг на друга уже не могут закликал закликал просто это было несправедливо ну хоть где-то закликал 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 бедный так ну тогда надо что-то делать багдад уеду багдад ну тогда будем мешать лидерам правильно как ты собираешься не мешать я вон города сжигают как ты жить собирался мне зачем срок ты спросил специально город чтоб в нем дашь в нем поселиться ну ладно видимо логику логика сегодня пьяна пошла домой еще строители здесь еще строители здесь что бедный и так как ну так Александр, зачем ты грабишь в Балтиморе клетки? Ты сам их строил. И вот так теперь с ними поступаешь. Ну Леша, ну конечно, что так, просто давай тебе, хоть будешь чинить их потом. Ты смотри, там все есть, и театральная площадь, и кампусы, это все просто. Почему бы просто мне не отдать? Не знаю, пытается персу. Нам нужно что-то делать с лидерами, с Лешей надо начинать как-то как-то делать, не знаю. Если ты как бы стратегию выработай, что мы готовы, у меня мыслей нет, например. А у него стратегия одна, и надо было выходить в казаков и забирать то, что под ним находится, и все. Ну видишь, ты вот на меня зашел, не получилось, и я вот без хлебал. Ну блин, как тут можно выбрать эту? Я не знаю, как он перебудет или иной команды брать. Ну и как вот, ну что вот это вот за управление порывая? Сейчас можно что-то делать, ну типа. Ну сейчас можно, теперь можно, кстати, еще раз меня забрать, или тебя забрать, или араба забрать. Это ему ничего, это ему ничего не даст, нужно просто... Страдайте тогда, что я могу сказать. И что, а ты пойдешь в танковую армию Инвиктуса с казаками? Там уже танковые армии? Ну слушай, чувак уже компьютеры открыл. Танковые армии. Да, я что-то слишком поздно схватился. Вот, вот. А это русский там что-то хотел стрелать? Это было про меч. Леша, зачем ты мои юнит убиваешь? Да, потому что они грабят клетки. А ты человек? Нет, нормально. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!